Всем доброго дня, уважаемые зрители! С вами Руха, с вами Мила. Сегодня вместе с Морталисом мы будем для вас комментировать турнир под названием ESL, который не является ни минором, ни мажором, но даст возможность Virtus.pro обороться за очередной Мерседес. Кстати, вот про это надо отметить отдельно, так как сейчас ESL заключили партнерское соглашение с Мерседесом еще на пару лет, поэтому WPS могут обеспечить всю свою команду Мерсами. Как тебе такое, Морталис? Может быть еще кого-нибудь из жен, друзей, если будут выигрывать все турниры подряд. Всем привет, дорогие друзья! Групповая стадия у нас начинается, и матч, который на самом деле должен получиться интересным с той точки зрения, что Бейнгейминг, наверное, хоть и аутсайдеры, но это аутсайдеры, которые в таком составе должны дать бой, наверное, кому угодно. И Мизери с ними сейчас играет, и Виха никуда не ушел. И вообще, я так смотрю, группа, наверное, чуть более сбалансированная. Тут нет явного аутсайдера. Прям совсем уж. Команды, которые точно вылетят, мы можем сказать, это на 200% Альянс, да нет. Бейнг точно нет. И посмотри, как команды готовы, учитывая, что те же EA играют с заменой, те же Минески непонятно, как будут играть с пятеркой Муши сейчас. В общем, очень сбалансированная группа, любопытная, я думаю, за ней нужно следить в первую очередь, несмотря на то, что ВП играют в группе B. Ну, лично мне кажется, что группа А выглядит гораздо более сильной, хотя, как она будет на самом деле, мы увидим чуть-чуть попозже, потому что формат такой. Все команды играют со всеми, то есть именно в группе. Они играют, соответственно, две карты по 2, две самые худшие команды вылетают с турнира, две средние попадают в нижнюю сетку, две самые лучшие попадают в верхнюю сетку. И, соответственно, уже групповой этап длится у нас сегодня 23, 24, 25, 3 дня, а потом уже начнется финальная стадия, и вот к ней уже 4 команды целых покинут турнир. Ну, а пока, кстати, ВИЧ и гейминг, все-таки пейнт гейминг, наверное, нужно обсудить эти две команды. Ты очень правильно сказала, что очень сбалансированная группа, и нельзя сказать, кто аутсайдер. Это тот редкий момент, когда, во-первых, мы еще не знаем, как все команды играют. Ну, да, мы посмотрели квалификации, что-то где-то посмотрели, но, согласитесь, очень-очень быстро меняется дота, хотя патчей каких-то не было, но мета, она, тем не менее, поменялась уже даже за какие-то там 3 недели. Поэтому, что будут пикать команды, это очень-очень интересно. Ну, и первый матч ВИЧ гейминг против Пейнт гейминг мы посмотрим уже сейчас, пики уже идут. Давай, наверное, их и обсудим. Как тебе? Снизу теперь становится все очевидно. Мы понимаем, что Виха должен играть здесь на Визаше, это один из его сигнатурнейших героев. И также взяты уже два саборта, я не верю, что в интервью верно пойдет сложную линию, хотя такое периодически случается, хоть и редко. Им нужно добрать двух коров, им нужен герой в сложный, им нужен герой на легкую линию, но сейчас они полностью проигрывают лейт, если он вдруг наступит. Потому что и Некрофос, и Фантом Лансер, и Вивер, это герои, которые сильнее Визажа, сильнее всех остальных, и как бы ни старались Пейн вот таким сетапом побеждать в лейте, у них ничего не получится. Им нужно каким-то образом это укреплять. Что у нас есть по лейту? Уже нет, кстати, Дроу Рейнджер, которая здесь неплохо заходила с той точки зрения, что Пейн могли попробовать сыграть быстро. Пугна примерно то же самое должна была делать. В общем-то, если рассчитывали Пейн сыграть в быструю доту, то она у них, скорее всего, в этой идее не зайдет. И я даже не знаю, какой кэрри здесь должен быть. Но есть условные террор-блейды, но это довольно жадно. Сложно предполагать, что будут брать себе ребята. У Вичи просто все сбалансировано. У них есть сильный кэрри, у них есть герой, который может пойти на мид, и стоять практически против любого персонажа. У них есть универсальный Бейн, который на любой стадии полезен, как саппорт. И никогда вообще не теряет своей актуальности на протяжении всей карты. Ну и Вивер просто один из самых популярных сейчас кор-героев в принципе в доте. При особом желании его можно на четверку поставить. У Вивера сейчас второй пикрейт вообще в доте. За последний месяц, за октябрь, если смотреть, 73 раза его брали. И винрейт у него за 50% немного. И Тангальер любопытно. Вообще пики очень интересные. Со стороны лейт потенциала, мне кажется, я с тобой соглашусь. Все-таки Фантом Ансер это Фантом Ансер. Никто ничего не менял. Он все так же силен в лейте. Поэтому если по ингеймингам не смогут получить хорошую доминацию в начале игры, у них могут возникнуть серьезные проблемы. А у Вичи Гейминг для начальной доминации есть Некор, который, как мы уже отмечали, очень сильный персонаж в целом. И достаточно сложно его убить. И вообще очень много сил на это требуется для того, чтобы что-то с ним сделать. Есть Вивер, который тоже очень сложно его вословить. Очень мобильный персонаж. Имеется против него Леон. Это, кстати, один из лучших персонажей против Вивера. Но, тем не менее, определенные трудности будут. И сейчас по ингейминг и конкретно Мизери должен решить, что он со своей командой будет делать. Либо они захотят драться против Фантом Ансером на начальной стадии игры. И все-таки полностью взять early game и mid game в свои руки. И, в принципе, выигрывать за счет этого. И либо все-таки попытаться как-то что-то сделать с Фантом Ансером в лейте. Хотя сейчас уже что-то придумать. Прям такое гениальное. Будет очень сложно. Мне кажется, именно с Фантом Ансером придумывать поздновато уже что-то. У них есть дизейбл, у них есть взрывной урон. Они могут выключить там любого персонажа за считанные секунды. Однако у Вича Геймин также есть способы противостояния всему этому. Последний бан. Вот, кстати, банница Террор Блейд, который был одним из немногих героев. Который мог и в лейте попадаться, и еще и пуш какой-то потенциал бы усилил. Довольно рано бы они могли с ним сражаться. Ну, то есть, есть метаморфоза. Пошли вперед, снесли вышку с визажом, с птичками. Может быть, где-то разменялись выгодно. Также команда может драться и без условного Террор Блейда. То есть, вчетвером, пока он там бьет крипов. Это Драгонайт. Ну, забили вообще на лейт как таковой. Будут играть агрессивно. Будут стараться действовать таким образом, чтобы... Забирать товара, пушить, играть в свою доту. Не дать выформить Фантом Лансера, не дать выформить Виверу. И, по сути, отбиваться-то нечем. Вот, как пробивать этого Драгонайта на старте, как пробивать этого визажа на старте, Бангольера, это довольно тяжело. Плюс Винтер Вивер на все это за спиной стоит и сейвит. Вот таким образом решили улучшить свой early-mid game Vichy Gaming, взяв просто Bloodseeker, который стоит с кем угодно на миде и вообще никого не боится. Ну, в том числе с Визажом или с Драгонайтом, кого уж они поставят, неважно. Сикер — это классный закрывающий пик. Ну что же, пики сделаны. Первая карта ESL. У нас Vichy Gaming против Pain Gaming. И благодарим наших спонсоров, анкоперентную компанию Мегафон. Так что поднять щит за мисс-лимит, болей из своих самым быстрым мобильным. Итак, пики сделаны. Я напомню, что формат встречи Best of 2, вообще мой любимый формат групповой стадии, это тот, где играются исключительно Best of 2. Мне кажется, он наиболее правильно и четко отражает силу команд и вообще их распределение, так скажем. Потому что где-то кто-то может случайно Best of 1 выиграть, если Best of 1 у нас играется. Это рулетка, как мы ее любим называть. А Best of 2 — это действительно такая прям наиболее четкая система, которая показывает силу команд. Если команда способна не проиграть 0-2, значит, она достойна где-то в серединке болтаться. Если вы всех выигрываете 2-0, вот вам, пожалуйста, и верхние позиции. В общем-то, эту штуку я люблю, там 10 ничей, это всегда интересно. И до конца группового этапа можно не видеть, не знать, не понимать вообще, кто из группы будет выходить, потому что может решать все одна лишь карта. Мне тоже подло очень нравится, но, в принципе, по 3 мне тоже, честно говоря, очень нравится, потому что все-таки команда может там какую-то шальную карту выиграть, у одной и у другой удивиться стратегиями. А по 3 тут уже говорится, знаешь, больше о... Ну, чаще всего побеждают сильнейшие. Ну, по 3 — это плей-офф штука. То есть групповые этапы нужно играть, как мне кажется, в Best of 2. Вот эта система на 4 команды групповые мне не нравится, когда две выходят. Играют они такой мини-плей-оффчик между собой. Вот прям ненавижу эту систему. Но очень многие турниры ее используют, и с этим просто нужно смириться. Лично мне, уж не знаю, как остальным, я это дело недолюбливаю. Итак, по линиям самое интересное, что будет, потому что Визаж и Драгонайт, каким образом они разделят свои лайны. И вот сейчас я вижу, что Драгонайт вообще идет в сложную на данный момент. Визаж в мидл и Пангольер в легкую. Ну, Пангольер в легкую, кстати, может постараться выиграть линию у Вивера, но для этого ему понадобится помощь. В салон там, я думаю, не способен будет что-то делать. Вообще, что это за линия? Я думаю, что-то поменяет в последний момент Витчи Гейминг. И у них вторым саппортом, да, является Вивер, ты посмотри. Вивер саппорт. Или нет? Или все-таки Некр? Потому что, ну, я не знаю, кто лучше зайдет как саппорт. Видишь, они перемудрили в самый последний момент. Вообще номинально фейт играет на саппорте. Да, это так. Слушай, интересно, вообще они интересный биг сделали, достаточно неожиданный. Но в любом случае нет. Ну, просто Некр саппорт это... Ну, это Вивер саппорт, да. Некр саппорт это уж совсем странно, жадно. Это герой с одной кнопкой и без маны, и без уровня. Он ни на что не способен. А Вивер саппорт мы видели, это годик, полтора, два назад. И Virtus.pro, в составе которых еще Лил играл. Помнишь, он любил на этом Вивере гонять и аганимы собирать. Ну, по-моему, Вич и Гейминг здесь взяли уже, так скажем, героя, которые... Ну, вот под конец Сикера взяли, посчитали, что Сикер будет более полезен в этой ситуации. А Вивера пришлось перестраивать. Я не верю в то, что они Вивера изначально планировали брать как саппорта. У них просто выхода не было. И вообще с дизейблами полнейшая беда. У нас есть Бэйн, у которого Ultimate Nightmare, окей. Есть коса, и это все. Вообще ловить все это дело довольно тяжело. Как контрить Пангольера в этом отношении, не совсем понятно. Он будет бегать, прыгать и попробуй его поймать. Да и Визаж тоже достаточно быстро способен передвигаться по драке. И если захочет, всегда убежит. Очень интересные пики. Смотрим. Я вот здесь, наверное, даже по пику, если... Я верю в то, что Пэйн дадут бой. Я верю в то, что Пэйн сумеет какой-то свой начальный план воплотить в жизни. В таком случае у них вполне есть шансы зацепиться за эту карту и взять ее. Ну, знаешь, вообще, сейчас стоит такой момент отметить. Леон выходил, он ждал Курьера, Курьер не шел, поэтому он решил... Смотри, Тутори будут убивать на миде? Миде, да, абсолютно верно. Ну, убить его вряд ли получится, все-таки пока не хватает дэмэджа у Визажа вместе с Леоном. Но, тем не менее, они его хотя бы прогнали. Немножко его поставили, скажем так, от Айфини стоять более аккуратно. Только подошел крипа добить и сразу станчик от Леона пошел такой... Прогоняют, прогоняют. Но, тем не менее, он принес свою фласку и стоять сможет. Это очень правильные действия, которые сейчас выполняют Пэйм. Мешать Сикеру, Сикер, который не бьет крипов на старте, Сикер, который отстает от вражеского мидера, это слабый Сикер. То есть, помнишь, на Интернешнл много раз были игры, когда один лишь Сикер, выигрывая центральную линию, там, у условного алхимика, шел просто и выносил вперед ногами вражескую команду. Если ему не позволить этого сделать, то остальные герои уж тем более ничего сделать не смогут с ребятами из Пэйн. У них очень плотный пик, очень такой живучий. Там только Леон, по сути, из хилых героев. Ну, не забываем про Виверну, которая имеет сейф. Так, тут снизу Бэйна можно убивать. Абсолютно верно. В Виверну и Виверну, но, правда, взамен забирают Драгон Найта. И вот так вот активно у нас начинается первая игра. Мы разменчики. Приятно. С одной стороны забрали Бэйна. Это все-таки был Форс Блад, чуть больше денег. С другой стороны здесь погибает Драгон Найт. И это уже гораздо более неприятный момент. Ну, знаешь, тут Драгон Найт не настолько важный герой, так скажем. То есть здесь ставка-то сделана на очень хорошо раскачанного Пангольера на старте и, конечно, на Виху. Здесь Виха, как обычно, плеймейкер. Виха, как обычно, берет на себя 80% действий команды. И вообще от него будет большая часть успеха зависеть. Ну, вот снова на миде нападает. Больно, очень больно Ори. Он не в состоянии что-то сделать. Вот пришел саппорт Вивер. На что он способен? Да ни на что. Вот он погрыз немножко и на этом все. Замедлит, застанет, никого не может. Герой просто бегает, так скажем, знаешь, как с заноза в одном месте. И действительно сильно не мешает. Ну, знаешь, по поводу Драгонайта, здесь не то, что ставка на него не сделана или сделана. Проблема в том, что когда погибает он и забирают того же самого Бэйна, выживает Фантом Лансер и он делает фраги. И, соответственно, их задача сейчас не дать фармить Фантом Лансеру. А судя по тому, что у него второй Крепстат на карте, у Фантом Лансера, да еще один фраг имеется. У него все с этим неплохо. Кстати, в миде, посмотри, какие накоцанные, что визаж, что ли он. Все вообще. Да, еле-еле просто выжили. И вот все-таки как-то саппорт вивера смог. Он сейчас даже хочет под тавер побежаться. Ой, как, посмотрите, сейчас будет больно. А вот это больно. Мизери. Да, мизери труп. Это минус Леон. А можно дальше за вихой попробовать пойти? Нет. В принципе, и были, но 16 секунд кулдаун с фарма, под тавер, дальше идти. Прогнали, прогнали, убили Леона. И в миде пока смог вивер помочь своему мизеру. Ну, тут не так своего сыграли Пейн. Они вот с лоу-хп там бегали. Я не знаю, был ли телепорт у Леона в этот момент. Возможно, он мог его прожать. Но вот сейчас он прилетел, значит, телепорт был. Мизери, если бы захотел, просто улетел бы в тот момент, когда понял, что запахло жареным. Меня больше беспокоит плачевное состояние Тава, у которого тут недавно 4 крипа было. Но вот сейчас 10, а у Некрата в этот момент 24 на 7. И если просядет и Драгонайт, и Пангольер, вот тогда будет плохо. Надеяться на одного визажа, конечно, можно на какой-то скилл. Но понимаем мы, что это все равно очень маловероятно, что он действительно в соло там способен будет всю вражескую команду переиграть. Снизу, кстати, нападение на Драгонайт. Ну вот он, сарморчик пошел, и Драгонайт у крайне больно, и помощи никакой, одна лишь виверна рядом, но соло не способен здесь. Ну, он использует стики, очень долго живет, на самом деле, но, тем не менее, этого не хватает, чтобы выжить. Еще заслипали здесь в интервиверну, она абсолютно без маны. Ну, решили, что дальше, в принципе, можно пойти с крипами разбираться. Тем более, праг был уже сделан. Несмотря на то, что он не Фантом Лансеру достался, все равно приятно. Убили и убили Драгонайта. Если посмотреть на три линии на данный момент, у Некра все отлично. Первый крипстат, все супер, здорово. Ория, опять же, тоже все круто. Он стоит, опережает визажен по КСу, он не умирал, в отличие от... Здесь, в миде, в принципе, тоже в их и не умирал. Ну, тут, по крайней мере, приходили, саппорт умирал, хотя бы кто-то, да? И внизу тоже у Фантом Лансера все здорово. Сейчас три линии у Вичи Гейминг чувствуют себя отлично. Ведь Винтера Виверна очень близка была к тому, чтобы тоже отправиться в таверну, но пока все нормально. А Фейт дальше ведь идет, он пошел его искать, но не найдет. В этот раз очень агрессивно будет играть этот Вивер. На него приходится отвлекаться, на него нельзя не обращать внимания, несмотря на то, что герой пока свой потенциал-то, естественно, не раскрыл. Вот будет он какого-нибудь пятого уровня, да, седьмого уровня, когда вот эти бесконечные шукучи, спортом все равно будет очень больно с ним как-то сражаться. Так, здесь Наори напали, но рядом уже Вивер есть, и можно на ответную атаку здесь начать на Виху. Виха крайне битый, Дивай не успевает, Виха уйдет. Однако не получилось здесь. И Секера погонять, и сами потеряли слишком много здоровья на своем Коре в Мизере. И Дивай может пострадать. И Дивай может, что Леон забрал, но теперь за это его накажут его же смерть. И вторая уже смерть, и очень неаккуратно играет Леон второй раз в пятницу. Ну и Виха погибнет. Но проблема в том, что не только он, потому что еще и Визидж отправляется в таверну, и счет становится 5-1. Две тысячи преимущества на седьмой минуте матча. Если посмотреть, как я уже говорила, линии, все три линии были выиграны командой Вич Гейминг. И теперь ранняя агрессия, ранняя доминация смотрится с другой стороны. Не с той, с которой она должна быть. Как мы уже говорили, Пейн должны были доминировать на линиях, Пейн должны были играть агрессивно. А пока... Агрессивно очень сложно играть. Тут видишь, какая ситуация. Крайне важен здесь некр с той точки зрения, что он здесь способен стоять один на один против кого угодно. С Драгонайтом легко абсолютно он стоит. Как мы видим, с Пангольером тоже никаких сложностей не возникает. Да, я думаю, с Мизажом бы там проблем не было. И вот этот некр, на него невозможно не отвлекаться. А когда вы на него не отвлекаетесь, он первый нитворс имеет. Здесь нападение на Драгонайта снизу. Драгонайт может пострадать в очередной раз. Леон, надеюсь, попробует ему как-то помочь. Мизери рядом. И... Дивай. Хекс получит или нет. Стан получит, а значит погибнет. Хекс получит в этот момент вивер. Ну, получилось хотя бы бессмертие здесь. Как-то Бэйн наконец-то фраг заработать. Это лишь второе их убийство к восьмой минуте. Ну, вот как раз только два раза у них и Бэйна и получилось забрать. Вот тот самый ферст-плат и вот сейчас. Но, если честно, в такой ситуации у них еще все очень здорово вышло, так как и Сикер перешел, время какое-то потратила и, в принципе, не получилось Драгонайта убить. Поэтому можно сказать, что для них это даже в плюс. Пока у Пангольера 23 всего лишь крипа, в отличие от Некра, у которого 53 на 17. Это очень большая разница и по левелу. Посмотрите, седьмой, восьмой практически уровень, а у Пангольера пятый. Вот они решили, что это было абсолютно полностью. Притом, кстати, Тава очень много игр наиграл на этом персонаже. И я ожидала от него более качественной игры. Видимо, просто на скеле. Но ты посмотри, как изначально было. Леон отправился в мид помогать мутимейту, визажу, пытаться гонять Сикера. А в итоге у Сикера все здорово, у Тава все плохо. И пока Леон сделал абсолютно, наверное, не те действия, которые были нужны. Здесь хотел бы сыграть на одного тиммейта, а, видимо, нужно было попытаться как-то хотя бы что-то сделать с Некром. Потому что пока Некр выглядит очень жестко. Ну вот она прелесть Некра. Легко он стоит вообще действительно со всякими милишниками. Никто ему не мешает. Он спокойно добивает крипов. Постоянно фуловый, постоянно может как-то спамить с пульсом во вражескую цель, во вражеского героя. Толкает линию. Тому герою неудобно добивать. Иногда подвышка здесь нападения на Ори. Было бы неплохо его забрать. Я по-прежнему верю в мастфай. Пэйн, им не так много артефактов нужно, чтобы быть крайне сильными. Сейчас, может быть, Вивера подловить. А ведь он сделал телепорт и получил Хекс. Но на этом все закончилось. Хулдаун нашей кучи сейчас довольно большой. Поэтому рисковать в Эйду не стоит. Ну а Пэйн пытаются пробить Т1 на миде. Улетает, правда, Виверна? Первое, что хочется отметить, что Пэйн решили, скажем так, пойти в лын, как я это называю, в плане Если у тебя что-то идет не так, собирайся вместе и попробуй как команду сыграть. И вот они собрались. Правда, сейчас раптурку повесили на Драгонайта. Приходит еще здесь Бэйн. Ну, просто Леона развивают. Ори бегает достаточно быстро. Коса пошла по Драгонайту. Минус Драгонайт. Размер пока 1 в 2. И Бангольер ульцует. Начинает кататься в своем шарике. Это неплохо, Ори, надо убивать. И на самом деле он очень неплохо разузился. Потому что смогли они осилить Сикера. Но размен все равно 1 в 2. Забрали Драгонайта и Визиджа. То есть, считайте, одного кора разменяли на двоих. Но на этом у нас замес не заканчивается. И Палец от Мизери залетел. Это минус Вивер. Размен уже 2 в 2. Но погибнет скорее всего и Некр. И это 3 в 2. Это, наверное, 4 человека погибло. Только Пэйла не было в драке изначально. Да. Я прошу прощения. Леон же также погибала. И Бэйн. Соответственно, это 4 в 3. 7 человек у нас в этой драке погибли. Но Фантом Лансер. Он фармит. Он фармит и у него все здорово. Да. Но здесь повторюсь. У Бэйн все-таки драка не так зависит от сильных артефактов. То есть, Виверу нужен уровень в первую очередь. Без уровня это герой. Который много импакта в драке внести не способен. Бэйн. Но Бэйн это обычный саппорт. И даже непонятно, кто будет поинтереснее. Бэйн или Леон. У Леона все-таки 2 дизейбла. Это раз. И ультимейт, который способен сразу моментально много урона нанести. Бэйн уже нужно держать цель. И, наверное, на такой стадии, когда у соперника так много дизейблов, этот Бэйн будет несколько похуже, чем Леон. У Некра еще не так много слотов. Сикер, как мы видим, в таких масс-файтах не всегда себя хорошо проявляет. Он любит нападать на какую-то единичную цель. В больших драках, где можно спокойно его толпой зафокусить, он тоже пока не настолько хорош. Вот за счет этого Бэйн могут навязывать такие драки почаще. И постоянно сражаться за вышки. Но им уровни нужны. По уровням они, конечно, по-моему, сильно проседают по экспириенсу общему. Там прям есть у них проблемки. Драгонай до сих пор только 6-го левела. Видимо, у Вивера 6-й, у Мизери 8-й, чтобы мы понимали. Зато Некр 10-й. И в прошлом замесе Некр погибал. Погибал еще и Сикеру, у которого тоже хороший уровень. Поэтому за счет этого замеса Бэйн неплохо поднялись. В плане экспириенсов, в плане денег. Вот, посмотрите, там было 2-е практически 3 тысячи, осталось 1000. За Мизери сейчас убьют. Он опасен, уже не трет героев. Войдет Фейд за ним до конца. Жучок до сих пор вестит. И Костын не пожалел, поэтому Янг... Ну и ты зачем мне жалеть? Не зачем жалеть, но, правда, здесь гораздо более важный фраг. И это минус Пангольер. Притом, мало того, что это корт персонаж, так это был еще фраг в соло, что гораздо более важно. Очень много с этого фрага получил бы в сутки. Просто уйму золота. Нападение на Вивера, Вивер, таймлапс. Ну, пойдут ли они дальше? Веро очень хочет что-то сделать, но ты дружище саппорт, поэтому пока пробивает достаточно сложно. У него, кстати, уже имеется доминатор, у него имеется медалька. И, в целом, в принципе, все плюс-минус неплохо. Но преимущество не растет, кстати. Вот преимущество было абсолютно таким же. Пять минут назад ничего не изменилось. У Пэйн просто саппорт побогаче на порядок. У Вичи Гейминг, понятное дело, Коры больше денег имеют. Ну вот ждем очередную атаку от Пэйн. Вроде как большими силами собираются снизу, не хватает пары героев. Если что, прилетят на телепорте. У Драгонайта отсутствует форма. А вот, появилось. Барабаны есть. Все вот эти артефакты командные. Ну, как обычные. Что должно пугать сейчас команду Пэйн? Там, по-моему, у Некра намечается Вангвард. Он вроде собирался покупать себе. А значит, будет условный Кримсон. А значит, физика вот эта, которая в избытке просто у Пэйн, рано или поздно будет не так полезна. И, судя по всему, драка у нас какая-то будет. Либо просто стычка за эту вышку. Вот нападение на Янга. Янг без маны, кстати, остается. Вот сейчас он не настолько уже крут. Худ прожал. И Мизери дальше пошел. А нужно убивать. Это серьезная проблема. Но имеются стики. Правда, Кентавр станет. Он просто может не успеть выйти из Дана. Приходит стикер. А только у нас на Драгонайте. Стоять. Просто стоять. Потому что все. Они собрали Некра. Без Некра траться не очень хочется. А сейчас и подпушить можно. Почему бы и нет. А вот спокойно. Собирают вышку. Вот она, да. Слабость Некра в чем? У него слишком маленький монопул. И если его этой маны лишить, там или он может в этом отношении поработать. Плюс ему там нужно прожимать и худ какой-то. Ну, пара деспульсов. Вот у тебя уже очень мало маны. Или он у тебя высосал пару сотен. И до свидания. Ты ни на что не способный персонаж. Ты просто бегаешь в драке. А вот для того, чтобы драться. А у Пейн очень затяжные могут быть файты. И все для этого есть. Они не так сильно зависят от кулдаунов. Вич и гейминг не способны драться подряд много раз. То есть без Некра это в принципе драка никакая. Ну, не с Вивером же правильно идти там в лобовую. Сражаться против этой массы. Так что Пейн вот в таком ключе должны по идее дальше действовать. И одну вышку за другой забирать. Зарабатывать за счет этого деньги. Как-то сокращать преимущество. И снизу у нас там снова какое-то движение. Снова Некор. Но Пейн вообще не хотят останавливаться. Они забрали два Тавра. И опять отличный стан от Кентавра. И опять у Некра тут серьезная проблема. Они не выпускают его из Тана. И приходит сюда Пейн. Пейн хочет кого-нибудь... Он заслипал. Они уйдут. Они просто уйдут. Они продадут сейчас Леона. Нужно уходить отсюда. Они выгодно для себя разменялись. Всем остальным желательно отсюда бежать. Когда там уже все телепорты сделали. Все, кто смог. Ну, Леона Некра это супер выгодный размен. Пейн он должен устраивать. Я думаю, что это и правда очень здорово. Опять же, очень качественный стан от Кентавра был, от Визаджа. Это было очень здорово. Прям, знаешь, такой тайминг, когда он успел там нажать хил, но не успел из-за этого стана. И, соответственно, смогли забрать его крайне быстро. А в чем самый большой плюс этого фрага в том, что изначально именно Некр был топ-позиция по Нетворсу, по левелу. И они как раз его забирают. То есть он уже три раза умер. То есть, соответственно, за него дают самое большое количество денег и экспириенса. И это, конечно, очень здорово. Но подзабыли немножко все-таки про Фантом Лансера. Не стоит этого персонажа, особенно операции оставлять. А вот что с ним делать? Непонятно, что с ним делать, на самом деле. Ну что с ним делать? У него уже дефуза и уже начинать... А, мне тут Пангалер пытается сделать репорт, но слишком много урона, и Ори делает фраг. Вообще, это просто дабл дэмэдж на Блдсикере. Соответственно, как вы понимаете, урона очень и очень много. Вообще, собирает он себе Блокенбар. Как мы видим, БКБшка будет у него буквально через 500 золота, даже меньше, и уже с ней будет тебя Ори чувствовать более комфортно, сможет забегать за место, не боясь получить станы от Драгоннайта, от Леона, и всякие эти фиксы неприятные. А урона от него уже достаточно... Ну, в любом случае, хватать будет. КДК форма еще в фулдауне 40 секунд. После драмов собирает себе Shadow Blade. Ну, в принципе, достаточно стандартно для этого персонажа. Ему вообще нужен какой-то артепакт для инициации, и в данной ситуации он выбирает себе именно Shadow Blade. Ну, почему Shadow Blade? Возможно, если он, конечно, не передумает. Денег-то много, да, и можно редкликом будет его купить. Почему Shadow Blade? Потому что рано или поздно, во-первых, нужно будет наносить урон кому-то еще. Потому что, ну, если Драгоннайт будет просто консервной банкой и героем для того, чтобы инициировать, то рано или поздно урона просто может не хватать, и каким-то образом уже задумываться о лейте необходимо команде. Это раз. Ну, и второй момент, Silver Edge всегда штука полезная против условного Некрата и так далее. Так что будем смотреть, каким образом Бэйн будут перейдить дальше вот эти слоты. И, судя по всему, там атака как раз со стороны китайского коллектива. Эта атака закончится, а пока не заканчивается. У них нет Вижна, они не знали, он только пришел. И, посмотри, сейчас можно с Бэйном-то распрощаться. Бэйн или живой Пангольер пришел, и там минус Бэйн пока один в ноле. ДК живет, и пришел Виха. А вот теперь уже китайскому коллективу необходимо отсюда бежать. Они включили Кримсона, они включили все, что можно, и просто по тапкам. Атака провалилась. Была потрачена Раптура. Не смогли за Финс Грипп, в принципе, пробить Драгоннайт. Он достаточно плотный. Имеется как раз, что Долблейд помог. Потом там еще Витроверно накинул Длимер. Все было идеально. Теперь Бэйн Гейминг сами прожимают смоки и идут. Идут искать. И кого же, в теории, они могут найти. Они могут найти Бэйна. Но это вообще самая неприятная цель, потому что он как раз без Грифа. Но дальше, дальше цепляют у нас Некро и Хекс. Хекс надо успеть дополучить. Они успевают, даже не пожалел просто. И дальше. Лем свой палец. И дальше идти ломать Рошану лицо, я думаю, можно. Либо же Т2. Они пойдут дефить с Фантом Лансером. Они пойдут дефить с Фантом Лансером. Кстати, смотри, Фантом Лансер. Да нет, не пойдут. Нужно с Драгоннайтом, пока у него форма работает. Просто Бангольер, который улетел, который может там спокойно в свалу это сделать. Он пошел один. Ему надо было просто появиться там, и Паэлл бы уже убежал. Он всегда боится. Паэллу вообще там больше делать нечего. Ну что, пойдут на Драгоннайта? Да нет, мне кажется, вы немного не в той ситуации, чтобы нападать. Фантом Лансер пока не намерен лететь. И порт у него, если что, имеется. Поэтому, если драка будет по Таварам, в принципе, что-то придумать можно. Но в итоге они дефили, конечно, Фантом Лансера, Тавар не забрали. Возможно, рациональным решением в этой ситуации было бы пойти и забрать Рошана. Пока не могу еще гейминг. Может быть бояться, что слишком долго будут бить. Тоже верно. Урона именно такого быстрого у них нет. Там слово крест есть у Вище? Да. Значит, нет. Значит, можно было убивать, если бы захотели. Там было порядка 30 секунд для всего этого дела. Но посчитали, что минус 2 героя у соперника. Это многовато. Ой, как здорово, Тава поймали. Но на самом деле они его не убьют. Вообще не пробьют. Они его не пробьют, поэтому Финскрип был потрачен. Но сюда приходит уже визы со своими птичками. Коса и Леона скосили. Леона скосили. Леон помог всем, чем мог. В принципе, здесь имеется еще рядом Ветра Верна. Имеется у нее ультимейт также. Но дальше по геймингу драться не намеренно. Решили подфармить. В принципе, потеряли они Леона. Зачем рисковать дальше идти? Ну, минус 2 ультимейта потрачено было всего лишь на одного саппорта. В совокупности, да. Не забываем, что первый ульт, конечно, был в Пангалеры. Однако, в любом случае, это минус 2 ульта. Очень важных ультаток, скажем, в драке, без которых драться не особо хочется. И Вичи Гейминг... Я даже не знаю, кого больше устраивает то, что происходит на карте. То есть Вичи Гейминг вроде как лейт сумасшедший. Мы об этом неоднократно говорили. А у Пэйн все идет не очень плохо. И старт был гораздо хуже, чем то, что мы видим сейчас. Все будет зависеть... Ну, не то чтобы все. Многое будет зависеть от следующего Рошана. И если Вичи Гейминг... Рошан в какой-то степени обеспечит безопасную жизнь еще минут на 10. Таким образом, они смогут уйти в свой фарм и вообще не форсировать события. А вот Пэйн, этот Рошан позволит пойти в атаку дальше. Это, мне кажется, то, что им нужно в большей степени, нежели Вичи Гейминг. Мне кажется, Вичи Гейминг все равно себя комфортно чувствует. То есть сейчас они дерутся четвером. Даже если погибает кто-то, все равно они все это делают четвером. А то Манстр участвовал там в начале, как на линии, по врагах. А теперь он просто АФК фарм. И благодаря этому команда может некоторые файты и проигрывать. Но тем не менее, это его задача выформить. У него топ на форс на карте. У него все здорово. У него такими темпами достаточно скоро появится Манта. У него диффуза худ Манта скоро будет. И тогда он уже может своей команде помогать своим присутствием. Пока все отлично. Ему дают фармить, его никто не гангает. Его ни разу еще за всю игру не убили. А сколько у него статистика? Он вообще... 1-0-3. 1-0-3. Ну то есть в четырех фрагах он участвовал? Это там где-то копье кинул? Это те фраги, которые были на линии. До этого он просто никак не приходил. Он команде вообще не помогал. Я к тому, что несмотря на то, что ПЛ практически нет в драках, несмотря на то, что ПЛ фармит крипов уже 20 минут, я бы не сказал, что он сильно оторвался. Ну то есть Пейн каким-то образом все это дело не отпускает. Почему у ПЛ так мало денег? Я не совсем понимаю. Ну то есть вот эти там лишние пара тысяч ПЛ, они сейчас не так страшны. Особенно учитывая, что очень богатый саппорт у Пейн, и таким образом все вот это преимущество каким-то образом сокращается. Ну и Пейн сильный именно, когда они бегают вместе. То есть вместе их сейчас победить как-то довольно тяжело. Кстати, интересно, что ли он первым просто артефактом взял себе ГОСТ. Не какой-то, знаешь, там, не знаю, блинг для инициации, а вот именно ГОСТ просто, чтобы жить. Ладно, в любом случае тут заслипали у нас Леона, подходят сюда вичи гейминг, и неужели... По-моему, не лучшая цель. Ну, странно вообще-то, если они так сделают. Милитарь уверенно ультанула. Да, Леона забрали, потом пошел в Синскрип. Хорошо, зафокусить в любом случае Бангольера не получится. За место у нас разделился Бангольер выжил в этой ситуации. И вот Пантом Лансер начинает грызаться в Визаджа. А Визадж просто против него ничего не может сделать. Это минус 2 на ровном месте. Два фрага достаются Ори. Превосходство у него уже имеется. И так как 40 секунд нет Визаджа, вичи гейминг чувствует себя достаточно комфортно для того, чтобы просто пойти на Рошана. И либо, может, здесь еще раз подраться, чего бы и нет. За 30 секунд они не заберут Рошана. Решили все-таки отойти. Хотя у Винтерверна ультимейта нету, у Пангольера ультимейта нету. Визаджа, он еще в таверне. Но решили, что могут еще позволить себе пофармить. Ну ладно, их право. Отвратительная позиционка сейчас была у Бэйн в последней драке. Ну то есть, ладно, поймали Леона, заслипали его. Но там Пангольер снова не сумел каким-то образом раскидать всех в своем ультимейте. Его снова поймал Бэйн. И учитывая, что Драгонайт был далеко, а Леон уже был по факту мертвым, сбить этот ультимейт было некому. И двух героев сразу, можно сказать, из драки, и вичи гейминг сумели выключить. И у Бэйн там шансов-то особо не оставалось. Рошан по-прежнему стоит. Вичи гейминг также не стали использовать в это время. Они оставили его в живых, решили, что Аегис им, видимо, не сильно нужен. Либо побоялись, что Бэйн навяжет очередную драку. И посмотри преимущество, ведь даже несмотря на проигранный файт, по-прежнему нет никакого. Там две тысячи разницы между Бэйлом и дружащим преследователем. Это нормально. Это вообще не серьезно. Для такой минуты это не серьезно. Это деньги, которые можно не учитывать. Которые там на варды можно оставить. Ну и снова убивают через этот слип бесконечный. Просто растерзали. Но проблема в том, что взамен забрали не кровь. Винтера Виверна делает байбэк. Возвращается в замес под блокенбаром. Драгонайт начинает драться. И слеп-слип. Отличный слеп. Смотри, никто так же байбэкается. И Вил все-таки погибает. Вихат делает дабл килл. Винтера Виверна ультанула. Но толку никакого. Потому что по путь Сикеру он будет целый, жив и весел. Пошла коса. Скосила. Она под гольера. Вразмер забрали, правда, Вивера. Что не очень приятно. Ох, как бы, наверное, хотел. Да можно дальше идти. Можно еще не край здесь принимать. Огромной толпой. Или Бэйна. Если его сейчас заберут. Это будет супер круто. Он просто после байбэка. Но пытается помочь всеми силами Бэйн. Он там и слипал его и так далее. Но понимает, что в такой ситуации ему уже говорит, Господь Бог поможет. А вот теперь Рошан. Там минус три героя. Одного не будет больше минуты. И я снова не понял, почему пытаются фокусить этого Драгонайта. Он же очень толстый. Он же очень сильный. И снова Раптура в него. Ему без разницы. Будет он стоять на месте и бить издалека в форме. Либо кто-то другой это будет делать Драгонайт. В любом случае свое внесет. И фокусить Драгонайт. Это самоубийство. Ну и я бы отметил все-таки у Литвей Верны. По-моему, он был очень хорошим. Они смогли перестроиться в драке. Они смогли занять правильные для себя позиции. И дальше уже было дело в технике. Завести эту драку до победного. И сейчас, по-моему, команда отыграла вообще все. Они не отстают уже даже от ПЛ. А Драгонайт набирает слоты уже на урон какие-то. И да, там уже и ПКБ. И дальше наверняка там рано или поздно Кираса появится у кого-то в этой команде. Кираса здесь также очень большой импакт несет. В общем-то, то, как отыгрывают именно Пейн, мне нравится. И последняя драка была вот именно тем, чего я ждал полчаса почти. Потому что предыдущая скорее была каким-то недоразумением. Знаешь, когда просто где-то не повезло немного, там потеряли одного героя. Здесь несколько по-другому все происходит. Ну и что ж, игра-то у нас может затянуться. Она определенно затянется. Потому что 28 моменту матча. А кто выиграет, даже близко непонятно. С одной стороны Лэд, с другой стороны Пейн. Играют в свою доту, давят. И в целом показывают неплохой уровень игры. Если учесть, какой у них был старт. И мы уже отмечали, что Вич и Гейминг все свои линии выиграли. Пейн Гейминг. Ну, там некоторые были близки, но тем не менее, не сказать, что они прямо отлично отстояли. Вспомни только разницу между Пангольером и Некрофосом по уровню, по фарму, который у них был. А сейчас просто Некр просидел в таверне уйму времени. И статистика, которая оказалась, будет там 10-0. И она, посмотри, уже 5-6-4. После бай-бай, как сказать, внизу у нас цепляют под ПКБ. Булфигер пошел, Винтер Виверна молодец. Кого Рактура полетела, я не понял. В Винтер Виверна? А, все, вижу. В Винтер Виверна, да, стоит. Пангольер. Ой, Пангольер. Он стоит, ему ничего не угрожает. Телепорта, правда, нет. Придется через блинки какие-то уходить. А, вот Финс Гриб. Леона словили. Леон это единственная такая сладкая булочка у Пейн Гейминг, которая все время подставляется. Но, тем не менее, я все-таки не совсем... Ну, не то, что я прям... Я понимаю, для чего здесь ГОЗ сделан был. Мне казалось, что блинк, возможно, смотрелся бы, может, даже и получше. Либо какой-то глиммер, хотя глиммер есть у Винтер Виверна. Задача Леона просто найти ресурсы для того, чтобы жить подольше просто в драке. Плюс вот эта статы. Если драки продолжительные, он просто может за счет плюс 10 интеллекта еще какое-то время пораскидывать свои способности. В общем-то, выбор неплохой. Как раз Леон, он обычно первый прыгает, выдает максимум дизейблов. Ну, забей, не в этой драке, ой, не в этой игре. Тут несколько другой какой-то плейстайл. Вот они просто бегут пятером вперед и все. Кто-нибудь выскочит, Леон даст свой прокаст. Ну и, если что, начать всегда может попробовать драгонайт, либо какие-то птицы зайдут издалека. В общем, Леон здесь не тот герой, который любит там отрываться от команды. Я думаю, он себе рано или поздно что-то еще копит, если игра до такой стадии дойдет. Все-таки он побогаче Бейна. Посмотри, насколько. В три раза практически. Ну, в два с небольшим. Ладно. И можно тут поймать. И вот это будет здорово. Леон его видел. Он его видел. А вот сейчас блинка не хватило. Зато он БКБ развел. Да, вот именно. Не хватило блинка, но Бейна. Бейна можно легко забрать. Классный телепорт. Безумно крутой телепорт был только что. Он думал, что они дальше пойдут драться, а в итоге не пошли. Они драться пойдут скорее всего. Ну, Дивай сам понял, что глупость какую-то совершил. Он просто прилетел. Вся команда, посмотри, где. И примерно на тех же позициях они и были 10 секунд назад. Он просто прилетел. Он видел, что там как минимум два человека. Он решил, что нужно спасать товарища. Спас ценой своей жизни. Минус вышка в том числе. Ну и Бейн идут дальше. А что им еще делать? А почему бы и нет? У них есть Аегис. У них есть Аегис. Это самое большое преимущество, которое у них имеется. И у них есть время, когда Фантом Лансер еще без Тараски. Блоксикер не так давно прожимал Блокенбар, поэтому он в кулдауне. Соответственно, сейчас у них все карты в рукаве. Осталось только их правильно разложить. И приходит Некор. Некор, в принципе, достаточно плотный. Но Ори идет вперед. Под худом. Ну и все. Вот НПЛ. Не смог ничего сделать сейчас Леону. Нападение на Янга. Янг. Врывается. Тава, ты знаешь, это минус. Некор, у которого байбэк отсутствует время. Там еще не пришло. Ори. Ори включает, наконец-то, Блокенбар. Там, кстати, очень битый Бангольер. Его зафокусили через Синкрип. Но здесь классный ультимейт от Виверны. И Ори можно зафокусить. Он свой БКБ вообще не реализовал. Как же посладил от своих птичек. Ну, все-таки, как же он хорош на визаже. Это что-то с чем-то. Леон, кстати, правда... Впевает выдать стан по Виверу. И Вивера можно потерять. Ведь, да, теряют Вивера, ведь и гейминг. Но Леона тоже, кстати, они потеряли. И вот сейчас Фантом Лансер должен показывать, зачем он так долго фармил. А пока он показывает, как он быстро умирает. И байбэк у него имеется. Байбэк имеется, скорее всего, и в такой ситуации его просто придется делать. А представьте, это сколько денег он... Нет, не факт, что придется, потому что, мне кажется, сейчас появится. У Пейнта кончится форма на Драгонайте. Ну, может, мне кажется, и появится, но к этому моменту у них в любом случае упадет сторона. И Фантом Лансер делает байбэк, понимая, что терять сторону на такой минуте, когда у него все отлично. Так, и в кого укрызаться? В кого укрызаться? Где Вижен? Где Вижен вообще имеется? Например, в Сикер, почему бы и нет минус Сикер? Ох, какой кошмар. Ну, Виза же забрали. Виза же забрали, забрали еще Драгонайта, Кассоис Кассили. Неплохо сейчас, возможно, еще и Миттер Виверном тоже должны забирать. Она сейчас... Ну, Вижен, Вижен, все. Увидел, Варри, да? На Блинкаут, Блинкаут, и отлично. 2000 примерно сейчас стали в Бейнгейминг вести, но, тем не менее, это байбэк от Сикера, это байбэк от Бейна, это байбэк от Фантома Лансера. Это минус Т3 вышка. Это доступ к Шрайнам таким образом, и, по сути, Пейн, наверное, устраивает то, что сейчас произошло, и даже вот этот мир Драгонайта и Визажа их не сильно подкосило. В общем-то, дерутся они классно, вот они просто классно дерутся. У Вичи Гейминг по-прежнему, согласись, вот этот Вивер несколько выпадает из общей концепции, так скажем, их пика, у него хоть и появился Аганим, это, пожалуй, ключевая, так скажем, вещь, которую он мог себе приобрести. Но я пока его не видел действия. Не знаю, мне, честно говоря, Вивер в этом пике полностью устраивает то, что он делает, он отыгрывает, здорово, все делает, здорово, он 5-3-11, счет, он поучаствовал практически во всех врагах своей команды. О, это было больно. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне не очень нравится, как в целом они дерутся, то есть именно по позиционке, а не в героях дела. Но в любом случае, сейчас Минтера Виверна тоже погибнет. Вот сейчас Пейн бы лучше успокоиться, они как-то перегорели немножко, зачем-то эти две абсолютно ненужные смерти спокойно. Необходимо было отдавать и вот эту вышку, и, наверное, следующую. Но вот сейчас снова ждать целую минуту своего тиммейта, чтобы драться именно 5 на 5. Байбэк у него. 60 минут — это очень долго. Они забрут два тавера спокойно. Драться без Минтера Виверна в такой ситуации нет никакого смысла. Не, ну за Т2-то точно заберут, на Т3, мне кажется, не пойдут. Не, на Т3-то даже не стеснился. А, сейчас, кстати, у Тарасочка есть у Фангл Мластера. Ты посмотри, что он решил собрать себе. Сильвер Эдж. Здесь даже не бабочку какую-то. Ну, опять же, Драгонайта пробивать, это всегда здорово. Это при этом. Да и Визаж, это и Драгонайт, в общем-то. Какая ровная игра, даже по фрагам посмотри. 24-22, тысяча туда, тысяча обратно. Но у нас преимущество не выходило больше, чем за 2000 по золоту. Вообще, помните такие игры? Это очень редко, когда бывает, когда коллективы... Ну, было 4, когда Пайн вышку снесли, но потом моментально отыграли Вичи Гейминг. Можно сказать, что мы этого даже не заметили. Да, да, да. Что-то в таком духе. Не знаю, мне кажется, ты к Виверу немного строк. Вообще, посмотри. Я конкретно как герою к нему строк. То есть, то, как он отыгрывает, претензий нет особо никаких. А вот сам герой, вот в драках он мало что делал. Я вот говорю, что главная, так скажем, его надежда от него, это именно агоним. Вот сейчас будем смотреть, каким образом он будет его использовать и насколько долго он сам будет жить в драках. Потому что мертвый Вивер на старте, это, ну, драка не факт, что выигранная. А вот живой Вивер, большую часть драки, это выигранные драки одна за другой. Теперь Пайн нужно как-то изменить свои приоритеты и, возможно, даже не Некра выключать первым, а того же Вивера. Потому что, если вы будете фокусить Некра, его в любую секунду может Вивер засейвить, и на этом все для вас закончится, скорее всего. Так что посмотрим, каким образом будут этого Вивера искать. Но этим должен заниматься кто? Этим должен заниматься ли он? Это не тот Вивер, у которого есть БКБ, это не тот Вивер, у которого есть Линка, да? Это Вивер, которому нужно дать... Ну да, он рано или поздно его соберет, но вот сейчас, в данную секунду, именно Мизери необходимо работать по этому Виверу. Просто поймать его, дать Хекс и дальше вообще забить на все остальное, быстро выключить Вивера. Потому что любая другая цель, и Вивер ее сейвит. Ну посмотрим, как Пайн будет теперь работать. Рошан довольно скоро будет, я думаю, это все. Тридцать. И видят Виху. И именно его убить было бы идеально. От него пошел Финс Грипп, но он с птичками сбивает Финс Грипп, он пытается сделать телепорт, а какой тут телепорт? Стой, убили, где команда? Почему Виху просто так убивают? Да никак команда сейчас не поможет. Тут еще Раптура у нас на Витрове Верни, она, в принципе, уже выдавала свой ультимейт. Два героя команды Пайнгейми без байльбэков, и сейчас либо Тавр забирать, либо Рошана забирать. А Рошана еще и нету. Прошу прощения, до вырождения еще целых 25 секунд. Но они думают, что он появился, посмотрели, не появился, что делать. Можно пойти на Топа, забрать последний внешний табор и переключаться уже, может там как раз и Рошан появится. Хотелось бы эти два шикарнейших фрага реализовать, но, видимо, не судьба. Просто стоят, понимают, что вот-вот он должен появиться. И три, два, один, и... Забавно, очень забавно, если сейчас Дивай туда не зайдет. Нет, зайдет, конечно. Зайдет, все, показал, говорит, давайте, ребята, птички сюда, Виха. 40 секунд до появления Вихи нет, наверное, драться не стоит. Здесь без него, без Виверны, в этом нет никакого смысла. Если бы поймали какого-нибудь Бэйна, там быстренько от него избавились вдвоем, втроем, то нормально, но не получится этого сделать, Бэйн, хоть и байтит на себя. Ну, там есть все остальное, там есть Раптура. Если Раптура будет, то, значит, этого героя уже не отпустят. Так, птички полетели, есть ничего не сделать. И Аегис, папарацци, он забирает себе Аегис. Срок кому достался? Никру или Сикеру. Да, Сикер себе взял, но почему бы и нет. Почему бы и нет. В это время Пангольер подпушил нижнюю линию. Вообще, если честно, Тава, он очень огромное количество игр сыграл на этом персонаже. И вот меня пока его игра немножко удивляет. Постоянно его уловит Бэйн, и вообще статистика его как-то не радует. 0,5,8. Вот в своей команде, даже посмотри по, в целом, по Нетворску, вот тот же самый Вивер его догоняет, который как саппорт идет. Неприятно. Постоял один против Некра. Прям не заладилась игра с самого начала. Итак, ну, Вичи Гейминг, все-таки дождались в Ворошан, забрали Аегис, и сейчас вольны выбирать, каким образом действовать дальше. Могут пойти в атаку сами, могут ждать какой-то ошибки от Пэйн, могут просто уйти в фарм. Ну, вот кому там фармить? Там, конечно, можно выфармить вообще четырех кэрри, включая Вивера, если он вдруг сильно захочет. Но это ведь время, это очень много времени. Я думаю, Вичи Гейминг не хотят так сильно прям затягивать игру. У них и трех коров, наверное, будет достаточно. Сыр Аегис — это те вещи, с которыми, конечно, хочется рано или поздно подраться. С Аегисом сыр-то ладно, он повисит, если что, и до третьего Рошана. Но там ДД. ДД для Пэйла, и побежали вперед. Ну, знаешь, вот, смотря кто, как использует. Ой-ой-ой, нет, пойдут ли они за Визжем? Нет, не хотят? Не хотят, видимо. Здесь будет попытка Бангольера словить. Но тут не только Бангольер, тут еще и Леон спрятался в лесах. И Фейд. Опа. Все, Леон нашли. Леон в любом случае здесь должны убить. Команда очень далеко, да, там. Тяжело будет выжить. Он, конечно, выигрывает время. Но дело в том, что здесь еще и Винтер Виверна погибнет. И она будет в таверне достаточно долго сидеть. Потому что ее с помощью косы... Это уже какой раз ее с помощью косы упрывают? Ну, довольно часто. Дошло раз. Коса приходят именно в него. Да, да, да. С помощью косы. Сто секунд. У тебя Аегис, у тебя сыр. Давайте по низу, наверное, наиболее благоприятный путь. Ну, что, вот все боковые линии, они более простенькие для того, чтобы на ХГ заходить. Победа немножко по-поопаснее. Но так как нет двух персонажей, они подумали, а почему бы, в принципе, и не пойти. Байбат делает ли он? Ну, посмотри, достаточно быстро Фантом Лансер справляется с Таваром. Силы тьмы используются глиф. Ну, наверное, надо драться. Даже без Винтер Вивера нужно что-то делать. Либо они просто отдадут в сторону. А против Фантом Лансера, так, в сторону отдавать. Быстро. Практически ничего замен не выпить. Но решили, что у них не хватит ресурсов оселить еще и сыр. И Аегис в себя в ветра поднимает. Тяжело, тяжело вообще, как-то драться в четвером. И не могут Бэйн, в принципе, позиционку занять. Бангольера убивают. Виверны до сих пор нет. Бангольера разменяли на Бэйна. Ну, это плохой размен. Это плохой размен для них. Ну, вот сейчас попытка что-то с БКБ Драганайта придумывать. Придумали, потеряли Леона. И урона пока не хватает. Ну, вот сейчас Уори пытаются зафокусить. Но ПЛ слишком силен. ПЛ слишком силен. Вивер до сих пор живее всех живых. Вивер там будет сейвить. Попорации. Попорации. Это только Аегис. Это только Аегис. Правда, потеряли они стикера. А сыр был прожатся? Да, стикер прожал сыр. Просто у него уже не было ресурсов там блоки-барков. Смотри, отобьются. Отобьются ведь, возможно. Ну, вот он, Вивер. Снова фейды не зафокусили. Он засейвил сейчас ПЛ. И ПЛ снова пошел в разнос. Очень сложно. Вивера нужно фокусить. Все, они, посмотри, как их зажали. Просто там эти жучки бесконечные. А в это время герои пушат строение. Минус милишный барак. Ну, кстати, всего лишь минус милишный барак. Еще Вивер верно реснулась. Она дала ультиме для того, чтобы не ка подцепить. Здорово. Но здесь уже Бэйн находится. У него имеется Финсгрип. И Финсгрип пошел именно в Виху, но его сразу же сбивают. Ну, это нормально. Сифер делает байбэк, возвращается в замес. Ну, и Фантом Лансер тут иллюзиями своими разбирается. Забирают все-таки Виху. Папарацци уже мега килл. Вихи имеется байбэк. Бэкэмбар прожимает Драгонайт. Для того, чтобы просто уйти, Вихи приходится байбэк делать. ДК без борма. Да, он и БКБ просто так потратился. Такие уже байбэки не особо, знаешь, несущие смысл. То есть Сикер уже думает, я сейчас команде помогу. Возможно, прилечу. Им нужно немножко подуспокоиться. Так уже, знаешь, реально вошли в кураж. В принципе, понимают, что драка за ними. Можно себе такие вольности допустить. Остаться, подраться. Если после байбэка кого-то получится убить. Но уже 7000 преимущества. Наконец-то у нас Вич и гейминг полностью вырвались вперед. И сторону забрали. И байбэки потратили очень многие герои. Опять же, самое главное, что Виха потратил байбэк. Мы будем смотреть на то, как полным составом Пэйн наконец-то подерутся. Без отсутствующих героев. Потому что такого не было нормально в последней драке. Сейчас минус Бэйн у соперника. Но это не тот момент, когда вы можете этим воспользоваться. Да и появится он через 15 минут. До каких-то строений вы не доберетесь, скорее всего. Может быть, Т2 сверху. Но это, пожалуй, единственное, что сейчас Бэйн способны рассчитывать. Именно если рассматривать снос базы. И даже ее тяжело снимать. Если у них получится как-то цепануть того же самого стикера изначально, он без байбэка, может что-то и получится. Папарацци цепануть, который без... Виха. Виха делает Филипп... На тоненького. Это было, знаешь, очень опасно. Но, слава богу, без Башера играет Фантом Лансер. Потому что, честно говоря, если бы Виха сейчас погиб, то игра бы была уже закончена. Потому что без байбэка, я еще раз напоминаю. И дачи гейминг понимаю, что они сейчас в позиции лидера, в позиции доминации. Они собираются решили забрать шрайн. У них еще два шрайна, которые можно забрать. Забрать последний внешний давр. Ну, лишними деньги никогда не бывают. Саппорт себе какой-нибудь, что-нибудь там докупит. Тот же Вивер, вот смотри, что запланировал-то себе уже. Верхнюю башню силки не готовят. Передумал. Ну, нет, это нормальная история для Вивера. Потому что он же здесь все-таки саппорт роль выполняет. И он не знает, что собирать, покупай Хиггс. Лишних дизейбл точно не бывает. Это здорово, я не против. Я вообще вы только знала. Просто раньше БКБ-шку спланировала. Теперь такое, ну, Хиггс тоже нормально. И на самом деле... Кому курьер летит? А, все. Я подумал, может быть, мало ли, Вивер настолько богатым стал, чтобы ГБ уже купил, несет и Хиггс обозначил. Ну, нет. Хотя бы так. Рошан непонятно, через сколько появится. Ну, или Фаер. Ну, да. Сикер тоже уже большую угрозу себе представляет. Драгонайт 25-го левела. У Драгонайт это тоже слоты. Есть. И, ну, это Вивер. Как его убить? Какой Вивер? Ой, Вивер. Это Фантом Лансер. Прошу прощения. Фантом Лансер. И просто это бесполезно. Это бесполезно. Вы бьете, вы потратите огромное количество ресурсов. Но по ЛХП все-таки ему сняли, сняли. Однако это только просто огромное количество ресурсов. И теперь должны именно Вичи Гейминг выступать первым нодером. Вичи Гейминг, кстати, урона вообще ноль нанесли пока за эту драку. Потому что Фантом Лансер его поселит, а вот теперь Фантом Лансер пошел драться. Но Драгонайт без маны. С одной стороны бегают за вих. И первый, кто погиб, это Леон. ДК летает, видит Бэйна, постанет уже нет возможности. Пока в этой драке погиб только лишь один Леон. Винтроверно также погибает. Минус фика. Минус Драгонайт. Ой, это минус четыре. Бангольер единственный выживший, который смог смыться раньше, чем его прикончили. В принципе, неплохо, если учесть, что у Вичи Гейминг не погиб ни один герой. Как же, вот посмотри, сколько в этой драке реально сделал Вивер. Он полностью помог Фантом Лансеру. В него все дали. Я хотел посмотреть, сколько раз он прожал свой ультимайт вообще. Прошу прощения, ребят, я быстро вскрыла Файтер Кап. Дело в том, что это было феноменально. Они все дали Фантом Лансеру и не смогли его зафокусить. Вот просто огромное количество ультимейтов полетело. Там и Леон, все. И вот если посмотреть, сколько Леон вот своим утомом и снял хп, мне кажется, там вообще просто ему полностью все равно было. Неприятно. Байбеки пошли. Дело в том, что у ДК еще 20 секунд нет формы. Фантом Лансер достаточно быстро, как мы уже видим, разбирается с следующим бараком. Это будет вторая сторона, которая поделась. Ну и можно отойти. Можно отойти, можно подумать о следующем Рошане с рефрешером. Ну это прям совсем надежно, если играть. Однако через 50 секунд появится Виха. А у них есть еще время просто. Почему бы и не забрать этого самого Рошана? Нет, у них было время к тому, что даже на третью сторону пойти. Форма там пока отсутствовала. Вот только сейчас появилась. Вихи по-прежнему нет. Ну разве что у Пэйла нет ману. Я не думаю, что это самое важное. Ну ладно, так будет еще просто проще. Какой-нибудь рефрешер шард можно отдать. Некру, например, чтобы он две косы зарядил. Либо Сикера, чтобы он прям сразу двух героев выключил. Куда спешить? Можно в этой группе, можно вообще вылететь. Поэтому для них каждый матч. Пэйн, в принципе, всю эту игру играли очень достойно. То есть они в какой-то момент могли даже выиграть. Они очень долго не просаживались по фарму, по доминации. Вообще вот эти две тысячи, которые держались преимущество, как мы уже говорили. Но только вот когда уже Фантом Ланцер подключился, Фантом Ланцер себя показал. Все-таки вся идея была на него. Он фармил, он уфармил, он выиграл. И начинается у нас последний решающий замес. Леона пытается подсейвить Винтерби Верна. Драгонайт под Раптуркой, но он под Блокенбаром. Также с дабл дэмэджем. И Финскрип еще в него пошел. Господи, ну просто забирают Драгонайт, а байбэка у него не имеется. Сейчас будут разбираться еще с Пангайером. 110 секунд без него. И минус Леон. Винтерби Верна и Виздаш, в принципе, где-то там спрятались. Но, как вы понимаете, это не имеет никакого смысла. Потому что только вдвоем остаются. Хотя есть байбэк у Леона. И без... Ну, в любом случае, байбэк Леона не особо поможет. Тут Некар с Виздашем вместе ходят, веселятся. Дмитрий Верна даже еще пришла. Пытаются Некар собрать. У него гем. Они соберут его. Приятно, приятно. Но у него байбэк имеется. Правда, это такой неловкий момент, когда трон начинает падать. Леон, знаешь так, своей спиной, своим телом. Я буду защищать трон до конца. Бангалер говорит, такая же самая история. Я буду кататься, пока у меня катается. Но, тем не менее, трон падает. И Вичи Гейминг выигрывает свою первую игру на ESL. Мы их поздравляем. Да, хорошая работа от них. По итогу они сумели затерпеть. Сумели свой план воплотить в жизнь. Поздравляем их с победой на первой карте. И, я думаю, будем уходить на паузу. Потому что у нас серия Best of 2. Да, дорогие зрители. А также благодарим нашего спонсора. Горячая штучка. Это сочный мясной заряд для тех, кто любит поярче. Всем большое спасибо. Мы уходим на буквально небольшая музыкальная пауза. Спасибо. Спасибо.